Всем привет! С вами MegaObzor.com и сегодня у нас на тестах колонки от компании Defender. Это модель G90. Ранее, в прошлом году, примерно в конце года, мы тестировали на польный G80. Отличный вариант. Сейчас же настольный. Это хай-фай звук, это выбор разных источников воспроизведения и суммарная мощность до 90 ватт. И при этом стоит это удовольствие плюс-минус 10 тысяч рублей. Комплект получает пульт управления, акустический кабель, аудиокабель, силовой кабель, инструкцию на русском языке и руководство пульсля. Выполнены колонки в корпусе из МДФ до дерева. Сохранена текстура, причем дерево. Здесь она с темным лакированным таким покрытием. Лицевая сторона с защитным экраном, выполненным из пластиковой рамы. И обтянута она тканью. В нижней зоне компактная зона с хромированным логотипом. Внешний вид у акустики премиальный. Отлично смотрится как на рабочем столе, так и в интерьере. Ведущей колонкой выступает правая. На его лицевой стороне под защитным экраном расположена LED-зона. Это дисплей, и с помощью него можно контролировать текущий источник воспроизведения, а также, собственно, управлять треками. На ее правой грани светодиодный индикатор питания, выход для подключения наушников. Например, если вечером не хотите мешать или нужно перевести звук на наушники, можно подключить сюда. Здесь же у нас три регулятора. Верхний регулирует громкость, а два нижних – отдельно высокие нижние частоты. То есть, можно будет провести балансировку, и своего рода эквалайзер у вас тоже доступен будет. На обратной стороне панель портов ввода-вывода, и она включает здесь отдельные группы. Они для удобства распределены. Есть стерео-вход под RCA, и в комплекте, напомню, есть кабель с аудиоджеком к компьютеру, тоже можно будет подключить. Выход на антенну для FM-тюнера, два входа под микрофоны. Здесь есть USB и слот для microSD-карточки. Оптический аудио-вход, выход на сателлит. Блок питания у нее встроенный, и, как показала практика эксплуатации, работает без наводок и нагрева при длительной эксплуатации. На обратной стороне выведено отверстие фазоинвертора, и при размещении рядом с стеной оставьте созор для того, чтобы было лучшее качество звучания. Сателлит подключается при помощи кабеля, будет возможность укоротить комплектный, или в будущем приобрести отдельный вариант, если нужно увеличить расстояние. На основании четыре прорезиненные ножки, они улучшают сцепление на ровной поверхности, и они же гасят вибрацию при воспроизведении особенно низкочастотных композиций. Мы использовали данную систему в течение нескольких недель в разных сценариях, а основное это подключение к компьютеру и ноутбуку. В случае с компьютером вы можете использовать Bluetooth, если у вас есть на материнской плате модуль актуальный, или воспользоваться кабелем. Если есть хорошая звуковая, то, естественно, кабелем подключается, и эти колонки раскрываются прям по шику и в плане детализации, и в плане насыщенности. Ну, а Bluetooth-вариант можно использовать для того, чтобы убрать лишний кабель, и если вы, например, именно просматриваете фильм и играете, то вполне здесь можно обойтись именно Bluetooth-ом. Актуально в случае ультрабуков, сейчас у большинства нет разъёма, естественно, со смартфоном тоже будет работать. То есть максимальное качество звука, как я и говорил, можно получить с хорошим ЦАПом, но и в целом колонки даже без этого хорошо звучат. Здесь есть встроенный плеер, он и MP3, и WAV, и FLACY даже читает, вы можете записать там флешку, карту памяти, треки, и слушать прямо с колонок, то есть это ещё и самостоятельная акустика. По самостоятельной акустике также есть возможность подключить сюда FM-кабель, антенну, и слушать российские радиостанции. В приёме в Мегаполисе был хороший. Из-за возможностей тоже предусмотрели подключение микрофонов, коннекторы 6,3 мм, это, соответственно, караоке, или мероприятие, когда нужно выводить голос диктора. Причём можно будет даже вдвоём это делать, если бюджет на мероприятие ограничен, или вы пока не можете позволить какое-то дорогостоящее оборудование, тоже можно рассматривать. И говоря, опять же, об этих сценариях, то данная система хорошо себя показала при обработке звука. Это своего рода альтернатива мониторным колонкам, дорогим от Yamaha, например. Если вы планируете повысить качество обработки звука, работать со звуком, но пока у вас нет бюджета для того, чтобы вложиться, собственно, в ABS, но хочется получить качество. И вот здесь как раз такой мы получаем вариант за недорого. Мощность каждой колонки 45 Вт, суммарно можно получить 90 Вт, и на верхнем уровне громкости она не дребезжит, не хрипит и вполне воспроизводит. То есть, в плане этого тоже хорошо. В конце этого ролика будет пример воспроизведения, но стоит учитывать, что я записывался на камеру камеры. Здесь, естественно, будет также зависеть от ваших колонок, которые вы используете, или наушников. Напомню, по ссылке текст-обзор, там можно посмотреть более детально, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Лайк, подписка приветствуются. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok